Всем привет у нас на канале Old Dutchman и в нашем новом подкасте мы продолжим тему миграционной политики и обратимся к цифрам статистики, предоставленной не только федеральным правительством, но и статистическим управлением. Итак, тема сегодняшнего подкаста. Новый рекорд по количеству просителей убежища. Столько беженцев в настоящее время проживает в Германии. Итак, давайте разговаривать. В Германии наблюдается подъем популистских и правоэкстремистских сил. Согласно текущим опросам, альтернатива для Германии, скорее всего, будет праздновать большой успех на всех локальных выборах, которые будут проходить перед выборами в Бундестак. Для многих граждан альтернатива для Германии имеет особенно высокие показатели в вопросе миграционной политики. Среди прочего, партия призывает к значительному сокращению числа просителей убежища. Но сколько беженцев в настоящее время проживает в Германии? Согласно недавнему сообщению в газете Noe Osnabrücker Zeitung, число беженцев, проживающих в Германии, достигло нового рекордного уровня с 1950-х годов. По состоянию на конец первого полугодия 2024 года в Центральном ее реестре иностранцев было зарегистрировано в общей сложности около 3,5 миллионов беженцев. По состоянию на конец 2023 года людей стало примерно на 60 тысяч человек меньше. Об этом говорится в ответе федерального правительства на незначительный вопрос левой партии в Бундестаге. Почти 3,5 миллиона беженцев, зарегистрированные в Германии, являются как лицами, ищущими убежище, так и признанными беженцами или лицами депортации, которых временно приостановлены. Из них 1 миллион 180 тысяч человек только жители Украины. Для сравнения, по данным федерального статистического ведомства, всего в Германии проживает 83 миллиона 400 тысяч человек. Доля беженцев в общей численности населения составляет всего около 4%. Клара Бюнгер, пресс-секретарь по вопросам политики в отношении беженцев, раскритиковала мною Остнабрюкен Сайтмут, сказав, «Тем не менее политики от коалиции светофора, а также ХДС и альтернативы для Германии хотят заставить людей поверить, что это небольшое меньшинство несет ответственность за все их проблемы. Это опасная чушь, которая только усиливает ультраправых». По данным федерального правительства, число людей, вынужденных покинуть страну, также продолжает сокращаться. В середине 2024 года 226 882 человека должны были уехать или быть депортированными. Это на 15 760 меньше, чем на конец прошлого 2023 года. Подавляющее большинство, 80,5% тех, кто вынужден покинуть страну, также имеют статус терпимых. Партии светофорной коалиции недавно хотели договориться об ужесточении правил миграционной политики вместе с альянсом ХДС-ХСС. Однако альянс преждевременно покинул саммит по вопросам убежища, потому что планы федерального правительства, по мнению альянса, не зашли для них достаточно далеко. Светофорные партии, наоборот, заявили, что хотят реализовать предложение альянса ХДС-ХСС, то есть перебрасывают с одного на другое. Среди прочего, обсуждался вопрос об отказе в предоставлении убежища непосредственно на границе с Германией. Тем не менее, такие вопросы являются юридически спорными. Министр внутренних дел Нэнси Фезер также вновь ввела временный пограничный контроль для борьбы с нелегальной миграцией. Но тем не менее, если мы отбросим все эти статистические данные или высказывания вот этого пресс-секретаря Клары Бюнгер о том, что ХДС и АДГ хотят заставить людей поверить, что небольшое меньшинство вот этих мигрантов несет ответственность за все их проблемы, мол, типа это опасная чушь, которая только усилит ультраправых, и мы проанализируем все, что происходит вокруг нас, мы придем к выводу, что действительно Клара Бюнгер, пресс-секретарь по вопросам политики в отношении беженцев, выполняет чье-то задание, работает по указке, потому что 6 из 7 преступлений с ножом, с использованием холодного оружия против населения на данный момент составляет именно доля нелегальных мигрантов или мигрантов, приехавших в Германию несколько лет назад и в прошлом году или в этом году. Заметьте, 6 из 7 нападений с использованием холодного оружия. Ну вот такие вот у нас дела. И кстати, что интересно, вот после этой статьи, которую я сейчас вам прочитал от газеты Оснабрюка Сайтман, я хотел бы вам прочитать некоторые комментарии людей, которые, прочтя эту статью, высказали свое мнение. Один человек пишет, до тех пор, пока Германия столько много денег выдает беженцам, ситуация никогда не изменится. И если не будет денег для беженцев, то и соответственно временные лагеря на границах не нужно будет обустраивать, потому что туда некого будет принимать. Другой комментатор пишет, беженец – это слово столетия. Беженцы еще лучше, чем те, которые бегут постоянно, потому что нет нигде никого, кто мутировал бы из простого беженца в человека, ищущего убежище. Или наоборот. Вот вам еще один комментарий человека, который прочитал эту статью. Со своей стороны я могу вам просто сказать, что если мы обратимся к всем тем фактам и полицейской статистике за последние месяцы и сопоставим цифры, то окажется, что действительно количество беженцев или мигрантов, нелегально прибывших в Германию, зашкаливает и превышает цифры, которые нам пытается вливать в уши федеральное правительство. То есть, они говорят о программе закрытия миграционной политики, они говорят о закрытии границ. Да, границы сейчас более-менее закрыты, там сейчас идет усиленная охрана границы, усиленный контроль всех людей, пересекающих госграницу, но тем не менее, люди, которые обязаны быть депортированы, ухитряются здесь оставаться на несколько лет, благодаря различным гуманитарным организациям, сердобольным психологическим службам, готовым предоставить им не только психологов, но и бесплатных адвокатов, чтобы эти люди остались как можно дольше в Германии, мотивируя это тем, что на родине у них условия жизни, увы, не соответствуют тем условиям, которые общеприняты, допустим, в европейском демократическом обществе. Но, однако же, если мы принимаем мигрантов из Афганистана, то я уже просто устал повторяться. Почему мы принимаем молодых здоровых парней из Афганистана, вместо того, чтобы принимать женщин и девочек, которых унижает режим Калибан? Просто вопрос, на который кто-нибудь, если сможет ответить, то пусть ответит. Если нет, то вопрос остается открытым. Это все, что я хотел сегодня вам в этом подкасте сказать. Не забудьте подписаться на этот видеоканал, поделиться видео с друзьями или подкастом с друзьями, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий и получать уведомления о новых видеовыпусках у нас на канале, а также о тех видеовыпусках, которые вы по какой-то причине пропустили и не видели. И не болейте. Всем удачи. Пока.